Анна Седокова вылечила грибок. Ну, вообще просто гениальная история. Я знаю некоторых людей, которые на этом зарабатывают очень серьезные деньги. Я тебе говорю, реально, мне показали, я офигел. Блин, у меня стыдно признаться, я не бухал. Короче, понеслась такая вот дурь. Мои знакомые будут рядом проходить, подумают, вот кончено. Ребята, у нас серьезный канал, не буду участвовать в этом челлендже. Всем привет, меня зовут Роман Кириллович. У нас сегодня интервью с Олесем Тимофеевым, интернет-предпринимателем. Он расскажет о том, как зарабатывать на онлайн-бизнесе, какие новые рынки, ниши там появляются. И поделится фишками по увеличению продаж, на самом деле, в любом бизнесе, который он привез из США. Они там работают, к нам придут только года через 3-4. Но кто-то из вас уже может их применять, чтобы стать первым. Мне кажется, получилось у нас очень полезное интервью. Обязательно досмотрите до конца. Меня самого вдохновило. И я решил делать 8 ноября свой авторский мастер-класс по франшизам. Назвал его вот так. Я там расскажу о том, как запустить свою франшизу без факапов. Поделюсь успешными кейсами на рынке. И самое главное, расскажу, как применять их на себе. Поделюсь шаблонами. Отвечу на все ваши вопросы. Будет очень интересно. Обязательно регистрируйтесь по ссылке в описании. Плюс здесь подсказки. Вебинар, естественно, бесплатный. Всех вас жду. А кто добавится, зарегистрируется раньше. Всех в закрытую группу добавлю. И буду уже делиться полезными советами. Фух. Что-то еще хотел порекламировать. Но вспомню, скажу. Приятного просмотра. Ты бухаешь? Хороший вопрос. Нет, я не пью с Лейднера 12. Как-то я пил тогда. Немного. Но иногда пил. Я понял, что просто я больше не хочу продолжать эту историю. Я не бухал. Что было понятно. Я просто иногда мог выпить с друзьями. Я понял, что мне нужно, чтобы заниматься бизнесом, быть супер продуктивным. Я фигачил просто. Вот когда я начал первый бизнес в 19 лет, я работал. У меня не было там какие-то обязательства. Семьи и все остальное. Работал часом, наверное, по 16 в день. Проснулся, лег спать. Проснулся, лег спать. И все. Мне нужно много энергии, чтобы было. И так было много. 19 лет я много очень. Я сейчас понимаю, мне 28. Мне нужно как-то стараться где-то еще подтягивать со стороны. Не пью, не курю. Сериалы не смотришь? Ну, иногда смотрю. Миллиарды меня подцепил, конечно. Два сериала, которые смотрели. Миллиарды, Игро Престола. А что ты сейчас пьешь? Чай. Кофе не пью. Ты же знаешь, что в чае больше кофеина, чем кофе? Я чаще всего пью травяной чай. Вот сейчас это исключение. Я залил черный, но чаще всего пью травяной чай. Кофе не пью с апреля 2017 года. Какие-то физиологические ограничения? Нет, я был на Тони Робинсе в Лондоне. И он там говорит не пить кофе? На самом деле про кофе там также говорят. Они говорят в целом про воду в организме, насколько это плохо или хорошо, что кофе высушат воду. Не пить кофе я решил до того дня, когда было про здоровье. Это был четвертый день. Просто мы с моим другом, мы, собственно, поехали вместе на ивент и решили, что ну прикольно, а что если мы не будем его в целом пить вообще? Вот. И это было очень страшно, потому что я очень любил кофе, я очень люблю латте. А прям вот в конференц-зале рядом находился Старбакс. Я первые два дня туда ходил и просто я наслаждался там так капитально. А потом я проходил мимо него и понимал, что я не могу туда зайти теперь. Вот. Но я тебе скажу, отошло, и мне даже не хочется кофе. Сейчас популярная тема, это многие CPI-сети, наверное, знаешь, да? Да. CPI-сети продают разную дичь. Вот. Опять же, те же кремы для увеличения. Кремы для увеличения, пластырь от грибка, там, короче, вот такую всю херню. Спрей для похудения. Спрей для похудения. Chocolate Slim, ну, вот, назывался, я не знаю, может, ты помнишь, реально. Это пшикаешь и реально худеешь. Это шоколадный спрей какой-то такой. Я не знаю его функции реально. Если не худеете, как минимум можно в салат. Да, да, да. И до сих пор это работает. Я знаю некоторых людей, которые там зарабатывают очень серьезные деньги. Что ты понимал, одна CPI-сеть, плюс-минус нормальная, может продавать одного товара такого, допустим, там, пластырь. Зашкварного, да? Да, от грибка, короче. Одного такого товара может делать от 1000 до 1500 продаж в день. В день. Один товар, одна CPI-сеть. У него может быть много товаров, этих каких-то CPI-сетей много. То есть настолько много существует реально людей, которые верят в то, что это их спасет. Но, конечно, надо делать хороший маркетинг. Там есть страницы прокладки, как какая-то Анна Седокова вылечила грибок, говоря о том, что наклеила пластырь или похудела. Это похудение самая популярная тема. Слушай, ну люди ж никогда не изменятся. Вряд ли можно представить, что люди станут вдруг резко все осознанные. Да, перестанут покупать спрей для похудения. Не возникает ли у тебя желания заработать на лоха? На этом? Да, да. Не именно вот на кремах, а вот на человеческой, скажем так, доверчивости, глупости. То, что они хотят все там волшебный пинок. Ты знаешь, у меня один раз была такая мысль, я признаюсь. У меня есть знакомые, которые зарабатывали деньги на... они отправляли диски. Короче, людей обучали, как пользоваться компьютером. Их аудитория в среднем была 45-50 плюс. Отправляли им диски. И они зарабатывали очень хорошие деньги. Плюс у них был еще курс по огороду, садо-городу. То есть они отправляли реальный продукт. Но я понимал, что просто есть большое количество людей, которые вот старше аудитория. Чем она хороша? Эта аудитория, она долго смотрит тебя в онлайне. Она читает твои сайты, она изучает их, она покупает. То есть это не импульсная аудитория, она постарше. У меня как-то была мысль запустить продукт какую-то на аудиторию постарше. Просто посмотрите, что будет происходить. То есть я понял, что он достаточно легко продается. Мне продавать мои продукты намного сложнее предпринимателям, потому что это более осознанная аудитория. У нее мало времени. Она оценит свое время, у нее есть деньги. Она знает, как им распоряжаться. Поэтому у меня есть много барьеров с этими людьми. Мне нужно строить бренды, бизнес. Реальный бизнес. А там особо нет. Там ты сделал какую-то прокладку, страничку-прокладку, как какой-то мужик, 60-летний, и вообще разбрался с компом. Ему внук подарил курс, а потом он еще начал деньги зарабатывать в интернете. Ну вообще просто гениальная история. Типа он XA пенсии, сколько это там тысяч рублей, он еще зарабатывает 15 сверху. И вообще он счастливый, например. Это выдуманный кейс, да? Да, да, да. И у меня была мысль, а что мне попробовать сделать какой-то продукт на аудиторию постарше? Все-таки они покупают легче. Но потом я подумал, что я не могу изменять своим ценностям, каким-то принципам. Я не могу делать то, что не мое. У тебя есть продукты ориентированные именно на старшую аудиторию в целом? Не, ну конечно. У меня средний возраст клиента 30 лет. То есть есть в зале, когда мы собираем какие-то события, в зале есть люди 40, 50, 60. Это нормально. Отдельного продукта там, условно говоря, как делать бизнес, когда тебе 50? Нет, такого нет. Ну, кстати, это нормальная идея. Нормально? Да, наверное, пошел. Ройлти, я тебе скину карточку привата. Да, да, да. Я вчера общался с Алексом Яновским. Он сказал, что ты ему несколько лет назад запустил онлайн-школу, и она принесла за первый год миллион долларов. Ну, там не совсем так. Я пришел к нему помогать по маркетингу. Да. В конце 2019 года. У него уже была онлайн-школа. Я пришел, мы запустили новый продукт. Вот это более правильная интерпретация. Мы запустили новый продукт. У меня еще не было своего как такого образовательного бизнеса. Был маленький онлайн-бренд. Я продавал какие-то свои небольшие продукты. А на его аудитории мы реально откатали прям по-серьезному. Мы запустили новый продукт. И действительно, они в течение года принесли больше миллиона долларов сверху прибыли ему. Это 2012 год был. А сколько сейчас можно зарабатывать в среднем на онлайн-образовании? Я думаю, здесь цифры разные. В моем окружении есть люди, которые делают 3, 5, 10 тысяч долларов чистый в месяц. Есть люди, которые зарабатывают около миллиона. Не чистыми. Это выручка компаний. Но, собственно, там остается... Ну, ты не делал, общался с человеком. Где-то примерно 600-700. Что для этого нужно? Большая команда или какие-то просто технологии? Команда важна, но это не самое главное. Правильно выбрана ниша. Правильные эксперты или правильные люди в этой нише. Своевременный продукт, который зашел конкретно в тему. Где-то какая-то, может быть, небольшая хайповость этого продукта. Например, сейчас YouTube. Ну, согласен, для предпринимателя. Это как ты можешь оценить? Это та ниша, на которой можно зарабатывать миллионы? Или все-таки еще нет? Обучение YouTube продвижения. Да, как создать свой канал, как YouTube тебе может помочь в своем бизнесе и так далее. Знаешь, это большая ниша, но есть ниши больше. То есть YouTube, он будет сосредоточен только на целевой аудитории, которая заинтересована примерно в YouTube или хотя бы где-то близко к нему. Первый – это блогеры, второй – предприниматели. Но здесь сразу сужается. Предпринимателю нужно продавать через YouTube, а не блог качать. Мы заметили, что многие предприниматели не совсем-то заинтересованы в личном бренде. Ниша здоровья – это огромная ниша, где у людей реально много проблем. У кого-то там, кому-то нужно 6 кубиков, у кого-то лишний вес, у кого-то ноги подкачать, попу, короче, еще что-то сделать. Это просто сумасшедшая ниша. Ниша отношений, ниша воспитания детей, в целом там какие-то вопросы по личному росту, вопросы денег в целом. То есть это очень большие ниши. YouTube – это больше нишевания. Но среди всех нишевых YouTube, конечно, трендовый. Есть и не массовые ниши, где можно нормально зарабатывать. То есть не нужно отсекать все остальные. Ну смотри, упаковка франшиз. Это хорошая ниша, потому что она подходит очень многим бизнесам. Рано или поздно тот или иной предприниматель думает, ага, окей, как я могу развиваться, масштабироваться. То есть ты, по сути, попадаешь в большое количество предпринимателей. И если у тебя будет хороший упакованный оффер, его будут покупать. Причем здесь в бизнесовых нишах разница в том, что продукты дороже. Если, допустим, в похудении средний чек 50 долларов, то в бизнесе он может быть 300, 500, 1000, 1,5, 2. То есть тебе не нужно так много продавать. Сколько нужно денег, чтобы запустить онлайн образование в крупной нише и начать уже зарабатывать первые 10 тысяч чистыми в месяц? Ну запуститься можно с нескольких сотен долларов на самом деле. Это не является тем, что ты гарантированно заработаешь 10 тысяч в месяц в следующий месяц или через 2 месяца. Но для старта хватит. То есть ты как минимум сможешь опробовать то ли ты делаешь. Ты сможешь упаковать себе какую-то страницу, привлечь людей, сделать какую-то мастер-классику онлайн и хотя бы прочувствовать обратную связь. Возможно продать и возможно вернуть деньги обратно и заработать. Дальше ты будешь нишу уже прощупывать, потихонечку больше тратить денег на рекламу, больше зарабатывать с продаж своих программ, вести их и потихоньку ты вырастаешь. Большинство людей, которые сегодня являются серьезными компаниями Education, они начинали именно так. То есть это не были вливания инвесторские, это не были какие-то сразу вошли в рынок и взлетели. Я в принципе всем рекомендую начинать с микротеста. Бизнес, который приносит где-то десятку в месяц чистыми, оборот бизнеса может быть 15. 5 тысяч будут расходы, реклама плюс кто-то из персонала и 10 тысяч это прибыль. Да, будут нюансы, придется разобраться, что такое рассылки, мессенджеры, как все это связывать, доходимость людей на мастер-классы, то есть будет много вопросов, которые нужно решить. Но на самом деле я и сам рекомендую эксперту разбираться в этом, чтобы быть компетентным. Для этого я уже говорил, много денег не нужно, несколько сотен долларов, чтобы просто на конструкторах собрать себе странички, привести людей на мастер-классы, на вебинары, выступить, пообщаться с ними, получить обратную связь. Может быть ты узнаешь, что то, что говоришь, какая-то херня, вообще нужно поменять все это. И пойдешь менять, переделывать. То есть тебе сразу же люди дадут фидбэк. Если ты хочешь уже больше, ты хочешь заработать хотя бы 100, ну сделать выручку 100, то тут уже нужна команда, управление, продавцы, обслуживающий персонал, клиентский сервис. Друзья, вспомнил, о чем хотел вам сказать, о форуме Franchising, который проходит в Киеве 30 ноября. Это очень большое, очень крутое событие на рынке франчайзинга. Там будут международные эксперты, там будут отечественные эксперты, будет очень интересно. Обязательно посмотрите программу, я там тоже есть, буду рассказывать о том, как получать клиентов на франшизы из YouTube, так что будет возможность пообщаться, в том числе до или после моего выступления. Обязательно покупайте билеты, потому что у вас есть возможность сэкономить 10% с промокодом FranchTV. Но это еще не все. Среди всех, кто воспользуется промокодом FranchTV, я разыграю один бесплатный бизнес-завтрак. И расскажу на нем о том, как увеличивать продажи от франшизы, работать на YouTube. В общем, я провожу в последнее время такие бизнес-завтраки, мне кажется, они очень вдохновляют моих собеседников. Так что, друзья, всех жду на Franchising, будет очень интересно. Все подробности о мероприятии, ссылка на заказ билета, промокод FranchTV, напомню, 10% минус. Все находится в описании, плюс вот здесь подсказки. Смотрим интервью дальше. Как тебе YouTube помогает в бизнесе? Вот у нас он дает реальных клиентов, несмотря на то, что я всего лишь упоминаю о том, что мы занимаемся упаковкой. Вот сейчас, например, упомянул. В первую очередь, YouTube это касание. То есть он, прикасаться с человеком, один, два, три раза формирует некое доверие. И на YouTube есть два типа контента. Есть контент образовательный, где я даю именно знания-знания. Их меньше люди смотрят, но они более целевые, более точечные. Второе, есть контент больше такого полуразвлекательного характера. Это интервью, который я беру с людьми. Мы интегрируем выпуски, короткие вставки по 20 секунд, где я говорю, что, ребят, если вам интересно, тема бизнеса больше, вот бесплатно, что можете посмотреть. Из YouTube я людей отправляю на бесплатные материалы, обычные вебинары. Вот они их смотрят, дальше покупают. То есть у меня воронка такая. YouTube ролик, человек посмотрел, пришел на бесплатный онлайн мастер-класс после него. Всегда нужна вот эта бесплатная история, да? Если у тебя образовательный бизнес, то это необходимо. Я считаю, что проводить в лоб очень сложно сегодня. Почему кто-то должен кому-то доверять? Почему мне должны доверять люди, если меня не знают? Как они могут дать мне деньги, если меня впервые увидел? Поэтому это такие тест-драйвы, как в тачках. Ты берешь тест-драйв, ты поездил, понял, херня, короче, не буду покоя. Или классная машина, куплю. Так и здесь. Мы пригласили, он посмотрел, послушал, понравилось, купил. А ты когда-то покупал машину без тест-драйва? Да. Я купил самую первую машину свою. В 22 года это была спортивная Mazda 6 без тест-драйва. Я тогда еще особо отъездить не умел. Я боялся, что если сделаю тест-драйв, то у меня будет проблема. Я когда выехал на этой машине, я получил права и ездил только в автошколе. У меня руки реально трусились. У меня рядом тогда еще жена, тогда еще девушка. Вот жена моя сидела, просто говорит, подсказывала, куда мне ехать. Мне было очень... Ну, первый раз ты в новой машине вообще. Ты мечтал, там, полжизни об этом еще. Ну, ты малой, короче, купил себе тачку, все, едешь. Почему спортивная? Вот это вот юношеское максимум. Нет, это был апселл просто. Я приехал смотреть Mazda 6, мне показали обычную. И потом показали лучше, типа, навернутую. И сделали небольшую скидку. Я увидел там такой, типа, спойлерок маленький, обвес еще другой. Думаю, все, блин, ну я не могу выбрать эту. То есть вот эта стоит рядом, теперь надо мне пытаться взять эту машину. Андрей Федори в этом году запустил свой курс. Ко мне на прошлой неделе позвонили ребята, предложили мне тоже упаковать курс по франшизе. Ну, потому что у меня в этом большой опыт. То есть я так понимаю, что сейчас к, там, условно назовем лидерам мнений, идут такие инфопродюсеры и предлагают им упаковывать курсы. Это проще. Если есть человек, у которого есть реальная экспертность, подтвержденная чем-то, а еще лучше бренд более-менее узнай. Медийность, да? То это самые желаемые люди. Мы, в принципе, сами сейчас рассматриваем для себя еще одну нишу, не бизнесовую, то есть она вне бизнес-плоскости. Мы нашли человека нереально популярного, у которого нет присутствия сильного в интернете. Мы начали с ним переговоры. Это очень сложно, потому что люди, которые далеки от онлайна, это всегда сложно объяснить, что происходит вообще, как это будет продаваться все. Но это самый, наверное, правильный путь, зайти в нишу через уже селебрити. То есть, если с ним возможность делать срочное отношение. Поэтому эта тема начинается. Единственная проблема в том, что я думаю, что многие продюсеры, они некачественные. То есть здесь нужно быть очень аккуратным, с кем ты будешь идти в партнерство, потому что можно где-то свой бренд подпортить. Когда же не исходя из твоего контента, а ты можешь сделать хороший контент, они не сделали нормальную платформу для обучения или нормальное обслуживание клиента. Или где-то зафакапили пару человек, не дали им доступа, и что-то случилось. То есть очень важно понимать, с кем ты работаешь. Я думаю, что на рынке есть несколько организаций, которые могут делать хорошие продукты. И много аматоров, которые смотрят на это все, хотят просто впрыгнуть в нишу и типа хайп, тут же легко зарабатывать, давай попробуем. На самом деле не легко, это реально бизнес-процесс. У Андрея Федорева курс Папа-бренда стоит от 200 долларов. До, по-моему, 3000 с личной консультацией. Этим летом, опять же, у него в Фейсбуке была история, когда он начал войну против пиратов, которые за 200 гривен при цене 200 долларов продавали в мессенджерах, в каких-то чатах, в каких-то группах его продукт. Учитывая такое наплевательское отношение к интеллектуальной собственности в Украине, в России, в странах СНГ, есть ли смысл вообще этим заниматься? На самом деле это неизбежно. Я скажу даже, что на американском рынке это делают. Есть прям ресурсы, мне их показывали. Получаешь какой-то секретный доступ, тебе должен какой-то друг порекомендовать. То есть какая-то такая сложная схема, не просто прям купить раздать. Какой-то дракнет такой информационный. Реально, я тебе говорю, реально мне показали, я офигел. То есть даже в Америке эта тема развивается, хотя там законодательство очень жесткое. Я прям читал кейсы, когда люди очень сильно с них взыскали, прям очень сильно за подобную тему. Я бы советовал на это не обращать внимания. То есть это не так страшно, не так критично. Да, могут украсть. Фильмы воруют. Ну и что теперь? Режиссерам, блин, повеситься, которые их снимают, и больше их не снимать. С одной стороны, не нужно париться. С другой стороны, очень важно обеспечить свой продукт тем, что человек должен купить оригинал для того, чтобы получить полный результат. То есть какие-то дополнительные штуки, которые не даст просто копия контента. Ну, ответы на вопросы, консультации персональные. Консультации, да даже просто, чтобы перейти там с модулей 2 на 3, нужен какой-то ключ, который получает только клиент, одноразовый там, допустим, для входа. Ну, все, и ты, получается, ты скачал контент где-то пиратский, ты прошел 2 модуля, у тебя осталось 8, ты их не можешь пройти, но приходится тебе покупать, это интересно. То есть всегда есть какие-то варианты, как можно эту систему обойти и не позволить пиратам сильно твой продукт тиражировать. Мы сначала по этому поводу так же волновались, потом просто мы это забили, и сейчас все наши продукты, они построены вокруг очень сильной поддержки внутри, и мы заметили, что просто их никто уже не продает. То есть это не актуально. Мы поставили трекеры, у нас вылетают аккаунты, если заходят несколько аккаунтов с разных IP-адресов, блокируются, потом служеб поддержки звонит, выясняем, в чем вопросы. Но мы заметили, что просто только после интеграции фидбэка и обратной связи нормальной с людьми и коммуникации с ними, эти вещи реально испарились, то есть уже нет на раздачных наших продуктов как таковых. Я рекомендую так делать всем и не париться, что твой контент может где-то появиться. У тебя маленький ребенок, я в 15-м году родился, да? В 16-м. Это было очень жестко, точнее, то, что ребенок родился, я очень счастлив, но у меня был май в 16-м году очень жесткий, потому что в 16-м году в принципе в моем бизнесе был такой немножко шаткий. Мы росли очень быстро, а потом начали сталкиваться с некими проблемами. Кассовые разрывы как УБМ? Ну, в минус мы не уходили, но в ноль, да. Мы очень быстро росли в 14-й, 15-й год, в 16-й год, часть года. Вот, а потом у нас оказалось 10-20 человек, которые работают в команде. Они платили сами, короче, мы не могли остановить процесс. Мы говорим, не нанимайте никого. Это продажники? Нет, разные люди. Ну, и продажники тоже. Продажник, молодчик, 80. Они приходили и приходили, короче. Денеги пошли, и мы сразу их начали реинвестировать. Другие проекты, направления, там, софтину пилили, еще что-то там раздевали, наняли каких-то людей, типа топа с другой стороны забрали. Ну, и, короче, понеслась такая вот дурь, когда у тебя появились деньги, ты начинаешь их тратить просто, типа, на свой бизнес неправильно. Потом мы начали это все реорганизовать. И к осени 16-го года мы пришли к нормальной форме. 17-й год мы сделали лучшим по результатам за все время, ну, нашего бизнеса. Суть в том, что в мае как раз у меня рождалась дочь. Я тоже, ну, где-то там помогал много с этим всем. Плюс я присутствовал там в процессе рода. Плюс в это время я заболел достаточно жестко. И у нас была лаборатория онлайн-бизнеса, наше годовое бизнес-событие. И за 2 дня до нее у меня пропал полностью голос. В первый раз в моей жизни у меня полностью пропал голос. Вообще, я шипел. Вот. Ну, и, короче, там понеслось. Закупил все, что можно. Какие-то ингаляции сразу. Капельницы, короче. Еще какая-то фигня. Первый день я горил, но не громко. Второй, третий уже был лучше, лучше. Вот. Это был такой очень стрессовый месяц. Дочь родилась у меня в мае. И это, наверное, было самое лучшее, что в моей жизни случалось. Поменялось что-то в бизнесе? Очень сильно. В жизни поменялось, я бы сказал бы так. Ну, это понятно. Я имею в виду подход к бизнесу. Да, я стараюсь быть более эффективным. Потому что понимаю, что мне нужно еще время проводить теперь еще с ней. Если раньше мог просто херячить, короче, нон-стоп, и пофиг вообще. То есть, ты просто работаешь. Сейчас есть ребенок, и ты не можешь купить внимание свое для него. То есть, ты должен просто быть с ней. И я понимаю, что если я не так много времени провожу с ребенком, то есть, я провожу с ней время. У меня есть там выходные, когда мы можем куда-то поехать вместе. Иногда даже там без мамы. Просто вместе можно куда-то поехать, провести время. Я стараюсь провести максимально качественно. То есть, сделать какой-то интересный опыт для ребенка, чтобы ей было весело, интересно, что-то новое. Дети, они, блин, я смотрю, как она развивается, наверное, тоже замечаешь, они в сто раз умнее нас будут. Они просто у них, то, как у них развиваются мозги, вот я заметил, это нереально просто. Это, если сравнить, не знаю, там Pentium 2, короче, и вот сейчас современные компьютеры. И поэтому мы сейчас не можем себе позволить не развивать детей. Я не понимаю людей, которые не инвестируют ни времени, ни денег. Ты упомянул в США, ты там часто бываешь, обучаешься, учишься, несколько раз в год, насколько я знаю. Ну, 4-5. Понятно, что США впереди на несколько лет наших стран. Что будет здесь у нас спустя вот эти 3-5 лет? То есть, уже понятны эти фишки, тренды, какие-то продукты, которые у нас появятся? Чего нам ждать? Одно из самых больших, я думаю, то, что появится, это subscription модель. То есть, я думаю, что она полноценно вживется вот в наш мир, когда ты подкрепляешь карту под разные продукты, не паришься, тебе просто списывают денег каждый месяц, и ты не волнуешься. Мы уже привыкаем потихонечку к Apple Music, к Google Discs разных, там, Dropbox'ам и все остальное. Фильмы, кто-то подписывается на онлайн кинотеатр, там, IPTV. Ну, нет такого, как в Америке, допустим, доставка ланчбокса по подписке, автомойка по подписке, корм для собаки по подписке или бритвы, я думаю, это будет одной из самых больших, ну, не то, что инноваций, но трансформации рынка, и те бизнесы, которые очень быстро адаптируются под нее, они выиграют. Потому что те компании, которые работают по модели подписки, у них много больше жизненную ценность клиента, и самооценка бизнеса в разы выше. То есть, если твой бизнес будет оценивать инвестора, или ты хочешь его продать, то мультипликатор в сабскрипшн бизнесе, то есть модели ежемесячного списания будут в разы больше, чем просто в обычном. Это первое большое, что придет. Я вижу, оно уже появляется. То есть уже Яндекс вроде бы это внедрил, то есть у них есть сабскрипшн модель. Онлайн-сервисы появляются в русскрипшн интернете, который уже помогает платежным системам принимать автосписание. Ну, то есть уже экосистема под это появляется на рынке, скоро она будет просто работать. То есть это технологические ограничения, да? И ментальные. Мы первые сделали наш онлайн-продукт по подписке с 2016 года. Мы запилили все полностью с вами, вообще, ну, с нуля скодили. Команда придумала, там, соединилась с биллинговой системой и написали все. Сейчас уже не появляется. И второе ментальное ограничение, люди не понимали, как это так. Но когда уже внедрились крупные компании сюда, там, мы за музыку платим, еще что-то платим, нам стало понятнее, что это нормальное явление, можно оказываться, вот, каждый месяц будет списываться. Мне каждый день привозят пакет с едой, то есть я заказываю питание на день рационный, там, под определенные цели. И я им каждую неделю плачу деньги. Почему они не сделают так, что оно просто будут с картой списываться и я не буду даже об этом думать. То есть я все равно этим пользуюсь, все равно за это платят. Даже самая банальная, доставка воды, все этим пользуются. Та же история, да. И нам нужно каждый раз звонить, они ее там привозят, не привозят, и потом каждый раз платить наличкой курьеру, который привозит воду. В Штатах, чтобы продавать нормальным интернете товары, люди выстраивают какие-то мульти-воронки, которые касаются клиентов на разных этапах. Пример, как у нас продает e-commerce, какой-то товар, допустим, вот эту вот фигню. Они сделали лендинг, скорее всего, чаще всего, или может быть без него. Запустили рекламу, сказали, цветок в бетонном вазоне, ставь заявку, элитформа там собирает заявочки, ты можешь им позвонить. Там так не проканает напрямую, то есть там лиды очень ценны, они дорогие, они ценны. Поэтому компании, запускают рекламные компании, допустим, видеорекламу. Они мерят, на каком этапе видео человек отваливается, 25%, 50%, 75%, 95%. На каждый промежуток, когда он определился, они запускают разную рекламную компанию, которую будут догонять. Если смотрел меньше половины, он не понял до конца продукт, его нельзя сопровождать прямым заходом на корзину, на покупку. Они будут догонять какое-то авторитетное статье интересное. То есть там настолько сильно задумываются над вот этими вещами, мы где-то у себя это внедряем, но мы понимаем, что большинство бизнесов, которые продают сегодня реальные товары, это не нужно делать. Но скоро это нужно будет, рынок будет насыщаться, и мы начнем это внедрять. Это называется автоматизация маркетинга взаимодействует. Вот, это придет так же. Я очень рекомендую учить английский язык, хотя бы подсматривать какой-то бесплатный контент, который открыт на разных американских сайтах, где-то исследования, просто читать и смотреть, что ты можешь у себя сделать. Хотя бы уже. Чтобы что? Чтобы у себя внедрить это. Вот у тебя есть бизнес, например, ты продаешь вазоны. Посмотри, что делают люди, которые продают там круто вазоны. Или хотя бы похожую нишу. Сейчас очень круто выставил стартап, называется Click'n'Grow. Ты спрашиваешь, короче, всякие там овощи, как они продвигаются. Это же похожая тема, где-то плюс-минус с растениями. Что они делают в маркетинге? У них очень сильный диджитал. Просто смотри, изучай, внедряй у себя и все. Людей, которые до конца не поняли их продукт, не купили сразу, они ведут на бесплатный автоматический вебинар, где не рассказывают о преимуществах выращивания растений и с него они снова продают. То есть на сайт зашло тысяч человек, например, 30 оформили заказ, остальные, 30 нет. Они говорят ему, не уходи с твоей рукой, а прийди просто посмотри, как эта технология работает. Лайв-демонстрация, давайте все покажем. Еще там 200, оставили заявку, пришли, посмотрели. Какой-то часть людей не продали это с вебинаром по специальному предложению. Кто у нас из товарки это делает? Я не видел ни одного. Ты знаешь, на одно мероприятие в Киев недавно привозили робота Софию. Как тебе кажется, когда уже искусственный интеллект начнет обучать людей? Ну смотри, есть пример продукта, допустим, по обучению английскому языку, который полностью обучает тебя без преподавателя. То есть ты сам взаимодействуешь с программой, она тебя интерактивно вовлекает и развлекает, и ты параллельно учишь язык. То есть такое уже есть. В эдюкейшене, может быть даже не столько искусственный интеллект, сколько изучение вообще поведения человека и подстройка под него, плюс дополненная реальность, я думаю, будет играть большую роль. Реально будут. Наверное, не за горами время, когда мы просто будем что-то проще. То есть мы будем одевать какой-то шлем, и оно будет каким-то вибро, там, волной качивать. Как в фантастических фильмах. Где это было? В «Матрице», по-моему, где Тринити в мозг загрузили управление вертолетом. На самом деле, я думаю, что это может быть. Пока просто технологи еще не дошли, но очень вероятно, скоро будет. А ближайшие изменения и интеграция каких-то дополненных элементов в образование точно будет, однозначно, которые упростит жизнь и ускорит процесс. Если у тебя бизнес, и ты продаешь в онлайне особенно, то твоя клиентская база достаточно ценный ресурс. У нас она порядка, наверное, 300 с копейками тысяч человек. Два раза были ситуации, когда у нас эту базу воровали. Первый раз, что случилось, нам сделали рассылку по нашим адресам. Они отфигачили три письма, успели, пока мы увидели. Мы эту тему закрыли, но письма ушли уже людям, пришлось писать, извиняться за то, что случилось. А второй раз, нас базу украли реально, нас ее выкачали. Сотрудники? Нет, не сотрудники, тот же момент, через API. Вот, через API сервис это случилось. мы само собой эту штуку увидели уже и закрыли, где была проблема, но это было уже поздно. Это было, может быть, полгода назад, я не знаю, может месяц 7-8, но потом никто особо не знает. По этой базе бомбили рассылки, причем продавали нашей же базе, нашу базу получается. то есть вообще какие-то... Ваши продукты? Нет, нет, нашей базе предпринимателей продавали мою базу предпринимателей. То есть купи, вот мы украли, покупай тоже, будешь рассылать. Да, 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 да. Вот, но что было еще интересно, что нас начали шантажировать вот по этому поводу, типа, давай нам перевозить деньги. Сколько? Я не помню суммы. Сначала, ну как будто они были разные, точнее так, сначала там было, что в районе там 5 тысяч долларов, потом она снизилась за трех, вот, потом акция, потом я не понял, что мы вообще ни хера не заплатим, тысячи, короче, ну, хотели продать за тысячу долларов на нашу же базу. Вы не вели переговоры с террористами? Мы начали вести переговоры, но мы сделали по-другому, мы реально узнали, кто это все делал. Нужно быть очень, ну, мне кажется, глупым человеком, если ты уже занялся такой херней, которой я не рекомендую никому не заниматься, чтобы давать карты Привозбанка для приема средств. Вот, собственно, мы узнали, короче, карточки, мы узнали, кто, потом мы узнали, кто дальше, то есть это... тупица. Да, да, это была цепочка некая там. Это люди, которые просто таким занимаются в принципе, или это какие-то... да, это их способ деньги заработать и может быть как-то проявиться, себя проявить. Бизнес, которым я начал заниматься, первый бизнес мой, это был гибрид сетевого, товарного и франчайзинга, вот так вот. Сложная модель, то есть я реально, мой первый бизнес, первые три года я продал товарку. Мы действительно ездили, искали помещение, открыть магазин, мы искали там способы дистрибьюции, мы искали туда привлекать клиентов, был интернет-магазин тоже. А что за продукт был? Был косметика, косметика, косметология, вот я бы так сказал даже, то есть там был подход такой, что через демо-мастер-классы, как сейчас можно это увидеть часто в троговых центрах, тебе там мажут там руки и лицо, тебе там продают продукты. И я пытался выйти продать продукт просто людям, потому что мне нужно было научиться коммуницировать. Чтобы сломать какие-то барьеры и стеснения, я реально брал продукт, выходил на крещатик, пытался его просто людям продать. Это не было долго, мне не было цели продать косметику на улице. Мне нужно было просто сломать себе барьер, стеснение, коммуникации, стеснение продавать. Первые 4 часа, когда я пытался продать этот продукт, мне было очень страшно. Я просто тупо стоял, я хотел это сделать, я хотел подойти. Я смотрел там в интернете тренинги продажам, я хотел подойти к люди, мне было страшно. Я боялся, что сейчас я кому-то подойду на улице, была осень, мои знакомые будут рядом проходить, подумают, вот конченый. И в первый день, по-моему, никому не подошел. Или подошел в конце дня, но это было очень ужасно. В итоге все нормально пошло, начал, я даже продал несколько штук, я разговорился уже с людьми, начал коммуницировать, я понял, что не страшно, это называлось холодные контакты. И через несколько недель, у меня тогда еще не было девушки, ты можешь коммуницировать с кем хочешь, о чем хочешь. Я понял, что я буду не только пытаться продавать, буду просто общаться с людьми. И я тогда начал просто знакомиться с людьми, везде. Тогда я еще ездил на общественном транспорте, где мне был интересный человек, я хотел с ним познакомиться, с ним познакомился. Молодой мужик в костюме, вроде бы нормальный, что-то себе представляет, чем заниматься интересно, мы обобщаемся. Я начал просто коммуницировать. У тебя много малолетних поклонников? Вопрос такой, двоякий. Ну, в моем инстаграме больше всего 25-34, то есть, слава богу, аудитория постарше, но есть, конечно же, и там 18 лет, 16 лет, сейчас где-то подбегают, спрашивают, фоткают. Так вот, как раз на последней конференции ЛОП в мае моя знакомая встретила одного парня, его зовут Дима, ему 18 лет, и он большой твой фанат, следит за тобой. У нас оказался его телефон, давай ему сейчас позвоним, и может быть, он задаст тебе какой-то вопрос. Давай. Алло. Дим, привет, меня зовут Роман Кирилович, канал French TV. Ты знаешь, такой канал? French TV, не, я не знаю. Спасибо тебе большое. А ты знаешь Олеся Тимофеева? Знаю Олеся Тимофеева. Прекрасно, я сейчас записываю интервью с Олеся Тимофеевым, и я знаю, что ты поклонник его творчества, скажем так, у тебя есть возможность задать ему вопрос. Да, да, я фрилансер, до этого занимался бизнесом, продажей через социальные сети. Есть один вопрос, я его задал как-то на прямой трансферляции Олеся. Фриланс, он актуален сейчас для людей, которые начинают только бизнесом принимать? Я просто хотел создать не курс, а скорее шкул фрилансера. Так, хорошо, но этот вопрос уже звучал, ты получил на него ответ, насколько я понимаю, поэтому давай мы дадим тебе 10 минут, перезвоним позже, и ты придумаешь какой-то другой вопрос. Договорились? Да, было бы неплохо. Все, давай, Дим, до связи. Фрилансер, это популярная тема для онлайн-профессии, фрилансер, это большая ниша, новая ниша, которая заходит только на рынок. Блин, у меня стыдно признаться, я бываю отыграю в FIFA на Xbox. С 2005-го или 2006-го года я пару лет занимался профессионально, из киберспорта, да, конечно. и я даже в Украине занимал 4-ое место по стране. По FIFA? Да, да, да. И была онлайн-команда, которая была, там онлайн-турниры проходили, в общем. Я пару лет поиграл и потом забил, но я посмотрел просто в зеркало, увидел, какой дрыщ, вот, ну, когда ты целый день задротишь, вот, я понял, что мне нужно что-то менять. Сейчас это просто как фану осталось, я могу там иногда поиграть. На своем канале ты делаешь интервью с известными предпринимателями и у тебя в прошлом году был Аяс Шабудинов, который недавно продал свою сеть Coffee Like за 200 миллионов рублей. Как ты к нему относишься? Ты считаешь его крутым предпринимателем? Я считаю, что он хороший предприниматель, он очень талантливый, он очень, он работяга сильный, очень. То есть, вот, что по-моему сказать, он реально херячет прям нон-стоп. Наверное, это где-то один из его ключей к успеху, мне так кажется. Поэтому я считаю его достаточно талантливым и профессиональным предпринимателем, иначе он бы не смог это сделать, не смог продать компанию. Кто-то скажет, да, 3 миллиона это реально не такая уж большая цифра для выхода из бизнеса, если так посмотреть, но попробуй сделать бизнес, продай его за 3 миллиона хотя бы. То есть, это достаточно хорошая сумма для его возраста и она очень достойна уважения. Поэтому я считаю, что он молодец. А ты бы за сколько продал свой бизнес вот сейчас? За 3 бы не продал. Я думаю, больше, да. Я общался с человеком недавно буквально, который оценивает бизнесы. Мне было интересно найти вообще, что он думал про мою компанию. Человек, который не один раз уже продал и свой бизнес, и помогает другим продать бизнесы. Мне было интересно услышать его мнение, я себя оценивал дешевле. Ты можешь назвать эту цифру? Нет, не скажу. Я на самом деле не уверен, что это так. Пока, как минимум, я не получу какую-то реальную обратную связь с рынком, что мне скажут, да, этот бизнес только стоит. И снова-таки, продать кофе это понятная вещь, которая может купить много бизнеса. Продать эдюкэшную компанию это немножко другая история, которая должна продаваться под какие-то конкретные цели, потребности. Ну, как минимум, мне, моей компании, еще нужно во многом к этому готовить, если решится продавать ее. Как тебе проект мастер-класс.ком, где курсы читают знаменитости? Мастер-класс охеренный проект. А у нас когда что-то подобное появится? Где будут реально звезды шоу-бизнеса и бизнеса? Есть люди, которые пытаются его смоделировать. Я уже, ну, я знаю этих людей. Они пытаются упаковать российских звезд. Мария Саладар, да? Да, да. Я, я не хочу, не хочу говорить ни за, ни против. Но, мне кажется, что глубина узнаваемости и контента у мастер-класса сильно другая. Вот, поэтому я не уверен, что их ждет подобная история. Вот, я не уверен, что они выбрали правильные темы, типа отношениям учат люди, которые, вроде бы, неплохие у них отношения, но они в этом не являются экспертами с точки зрения контента. То есть, они не научат человека, они будут поделиться опытом. В мастер-классе у них звезды-эксперты, то есть, он может реально передать знания. Если там Ван Бюрен, я сам смотрел его курс. Ты диджеешь? Нет, но я хочу научиться, кстати. Это одна из моих целей ближайших. Я хочу научиться диджеинку. Я, вроде бы, не клиент мастер-класса, но купил просто, потому что Ван Бюрен там есть. Но у них есть одна проблема мастер-класса. Это жизненная ценность клиента. Обычно человек приходит, покупает один курс, который его целевой. То есть, если ты покупаешь уроки Гордона Раймзи, ты вряд ли купишь уроки по кинематографу, тебе вообще-то другая тема. Поэтому я не знаю, как я не буду решать, на самом деле. Это большая проблема для их ниши. То есть, они пошли очень широко. Но в них поверили, и я смотрел, недавно был очередной раунд, по-моему, уже раунд то ли С, то ли Д. Когда в них снова влили дофига денег, то есть, они пишутся дальше. Возможно, мастер-класс никогда не будет прибыльным, но он будет очень высокооценен и продастся в какой-то момент кому-то. То есть, цель не в отчетах и не в показателях прибыли? Для крупного бизнеса, я сейчас очень сильно изучаю IT-индустрию, инвестирую в IT-счет, это не является конечной целью. Показать рост продаж более важно, чем показать маржинальность. То есть, твоя маржинальность там меньше кто-то интересует, если ты особо не растешь. Так, давай наберем Диму. Давай. Может быть, я что-то придумал. Тим, привет, это мы снова, а ты придумал что-то вменяемое? Да, придумал, придумал. Давай. Вот пару рекомендаций, как создать сообщество интернет-предпринимателей молодому человеку. То есть, ты хочешь стать конкурентом Олеся? Ну, почему бы и нет. Окей. Подожди, Дим, а ты подписался на канал Франш ТВ пока придумал вопрос? Конечно, конечно подписался. Смотри мне. Ну ладно, давай увидишь в выпуске, что Олесь ответит. Хорошо, спасибо. Мне кажется, что вопрос не натуральный. Я отвечу на вопрос вкратце, но первое, что мне показалось, вопрос ненастоящий. Я встречал много людей, которые хотят казаться быть как Олесь. Сделать тот же проект. Я видел много клонов копий наших там сайтов, дизайнов, тех же продуктов. Я видел людей, которые приходили на наши курсы, учились, и потом шли через две недели преподавать этот же курс по-другому. Мне кажется, что все, что связано с тем, а давай я буду как кто-то, оно не настоящее, и ты с этого не выжмешь нормальный бизнес. То есть это просто попытка вроде бы сделать то, что получилось у других успешно. Я думаю, это неправильная бизнес-модель, если я так делаю, у меня, наверное, ничего не получилось. Когда мы заходили с моей компанией на рынок и с нашим проектом, уже тогда был какой-то рынок инфобизнеса. Первые, кто зашли, сказали, мы не инфобизнес, могу не строить образовательную компанию. Инфобизнеса, какая-то черная херь, которая где-то людей там наедает, и мы сделали такое антипозацанирование. Многие олдскульные тогда люди с инфотемы, они сказали, у тебя ничего не получится, ты, типа, куда вообще идешь пацан там и так далее. Сейчас большинство из них, я не знаю, что они делают, где они делись там, но они, видимо, не выжили в эпоху изменений, не адаптировались к рынку, хотя многие из них хорошие ребята. И это было наше уникальное, что мы на рынок принесли и что мы сами родили на нем. Я не думаю, что хорошая модель просто брать и пытаться сделать как кто-то. Но если ты хочешь это сделать, прошли мы, создать дофига образовательных продуктов, сделать их реально качественнее и начнутся людей объединять, сделать оффлайн события большие, сделать хороший клиентский сервис, обслуживать клиентов, не херить их и их запросы в том числе. Здесь очень много нюансов, поэтому создать сообщество вот по одному клику не получится. А если вам нужно затронуть тему фриланса перед этим, пусть лучше вот там делают. Это просто к нему ближе, он это понимает лучше. Зачем ты лезешь в онлайн предпринимательство, если ты ничего вообще не имеешь? Ну, это все, друзья. Я надеюсь, что было интересно. Обязательно напишите свои впечатления об интервью в комментариях. Нам действительно очень важен фидбэк. Я читаю все комментарии, наша команда читает комментарии, делает выводы. Напишите, что полезного вы узнали для своего бизнеса, для себя. Нам будет действительно очень важно это знать. Ну, а теперь самое главное. На канале Олесе Тимофеево, который так и называется, Олесь Тимофеев, вышло сегодня мое интервью, поэтому переходите, посмотрите. У него вообще на самом деле очень много там интервью с предпринимателями, с крутыми ребятами, не только из интернет-бизнеса, с самыми разными. Поэтому переходите, смотрите. Более того, он в каждом выпуске сейчас разыгрывает билеты на свой ежегодный ивент, который называется Лаборатория онлайн-бизнеса. Он пройдет уже весной следующего года. Это такое большое собрание тысячи людей, которые интересуются интернет-бизнесом, интернет-предпринимательством. Поэтому переходите, смотрите выпуски, в том числе со мной. Ссылочки мы оставим в описании. Плюс вот здесь, в нашей любимой подсказочке тоже все будет. Но у меня все на сегодня. Надеюсь, были для вас полезными. Это French TV. До встречи. Пока!